Водители-мужчины в шатыра разы частей трапляют у ДТЗ, чем женщины. Это поведомили у Держаутоинспекции Могилевской области. Аутоледи на областных дорогах становятся все больше, а керовать автотранспортом их учат не только мужчины. Первый инструктор женщины заявился и в городском районе. Наставница Екатерина Мельникова працует три месяца, и за этот час подрыхтовалось десяток водителей у категории «Б». Как працуются молодой девочине, глядите в наступном материале. Право полтора оборота. И заезжаем с зеркалами до второго столбика. С ожиданием керовать автомобилем народилась, каже Катя Рына Мельникова. Як только девушине сполнился 18, я на адроз отрымала права. Теперь Кате 25, и она уже не просто автомобилист, а наставник по кированию ауто. Однажды я спросила у своего напарника работу, он сказал, есть мастером. Говорит, если хочешь, приходи. Я говорю, я, наверное, не смогу. Он говорит, ну ты приди, мы попробуем. Я училась в Минске 10 дней, сдавала вождение, сдавала теорию, и потом здесь получила квалификацию и вернулась сюда. Я пришел учиться, начиная с июня. И когда узнал, что у тебя девушка-инструктор, реакция твоя? Ненормальная реакция. Ну, сказали, ну пусть учат. Она все показывает, все говорит, как делать, помогает. Это другая группа потенциальных водителей, у которых рыхтует Катярина. На питание ци строги, я на педагог отказывая, все повинно быть умером. По сдаче результата могу сказать, что у нас последняя группа сдавала, конечно же, ЦЕ категория была, у нас 100% сдача. А так у нас почти у каждого мастера 100% сдача по вождению. По теории лучше всегда девушки. Уже практика лучше у мужчин получается. Жан-чин инструктора у областных аутошколов становится больше. Повеличивается и колькость автомобилисток. Неоднозначная репутация частяком ставить под сомнение водительские навыки жан-чин. Вы женщин на дорогах опасаетесь? Да. А почему? Они в большинстве случаев не могут даже по сторонам посмотреть. С хамством сталкивалось, но есть такие. Но большинство уважительно относится к женщинам-водителям. Они сильно внимательно ездят, сильно аккуратно. Надо попроще ездить, по правилам. По статистице, шоссе из-за всех правил дорожного руху порушают водители-мужчины. Жан-чины порушаются в 10 разов меньше и храпляют у ДТЗ в 4 раза меньше. Однако водителей-жан-чин на областных дорогах вдвоя меньше. Есть мужчины, которые не очень управляются с автомобилем, а есть женщины, которые довольно легко и просто управляют автомобилем. Поэтому разграничивать мужчин и женщин как водителя, я думаю, что не стоит. Жан-чина-водитель таки же, как мужчина. По-вот для слов специалистов, и одни и другие могут быть непредсказальными на дорогах. Тому дельникам дорожного руху варто быть уважливыми, поважать один-одного и выполнять правила, какие одни для всех. Катярына Градницкая, Алена Салауё, Денис Бутылин, Александр Артемиу, Новиниргийон.